Всем привет! В эфире Универ Ньюс в студии Арины Михайлова. Не важно, что за окном дожди, главное, чтобы в душе было тепло. Поэтому наша команда приготовила для вас самые теплые и самые светлые новости. Итак, сегодня выпуски. Казанский университет продолжает дело Ивана Симонова. В лице Казанского федерального университета прошли выпускные. Слушатели подготовительного факультета Казанского федерального университета поздравили с окончанием учебы. В очередной раз напомним, что 2019 год объявлен в Казанском федеральном университете годом выдающегося ученого Ивана Симонова. Серия мероприятий, проводимые КФУ в его рамках, посвящена двум годовщинам. 1 июля 2019 года исполняется 225 лет со дня рождения Ивана Симонова. А в 2020 году будет широко праздноваться 200-летие открытия Антарктиды. Об Иване Симонове наш следующий сюжет. Экстраординарный профессор Казанского университета Иван Симонов, 225-летие со дня рождения которого отмечается 1 июля 2019 года, был участником первой русской антарктической экспедиции под руководством Белинсгаузена и Лазарева на шлипках Восток и Мирной. Экспедиция подошла к материку, покрытому льдами 28 января 1820 года. Этот день считается датой открытия шестого континента, Антарктиды. Единственным ученым в экспедиции, который отправился на поиски материка, был Симонов. Планировал, что она будет международной, потому что в составе этих кораблей были приглашены европейские ученые-натуралисты, географы, зоологи, ботаники. Почти вся жизнь Симонова связана с Казанским университетом, куда он поступил в 15 лет. В 18 лет талантливый юноша был утвержден в звании магистра математических наук. Иван Симонов одним из первых в России решил посвятить себя астрономии. Он разработал методику морских астрономических наблюдений Солнца в Сените и конструкцию отражательного прибора. В 1814 году Симонов получил должность экстраординарного профессора. Иван Симонов был деканом отделения физико-математических наук, директором астрономической магнитной обсерватории, проректором, а затем ректором, сменив на этом посту Лобачевского. Кроме того, он определил координаты российских городов и заложил основы астронома геодезии в Казанском университете. Память об Иване Симонове до сих пор живет в стенах университета. 1 июля в 10 часов 30 минут на территории Кизического монастыря города Казани, недалеко от ДК «Химиков», произойдет церемония возложения цветов сотрудникам университета, студентами, посвященной юбилею Симонова в месте предполагаемого захоронения. Чтобы нам, сотрудникам Казанского университета, студентам, дать уважение этому человеку, которым был выдающийся ученый, один из первооткрывателей Антарктиды и ректор Казанского университета. После возвращения с этого мероприятия в 11.30 в зале Музея истории Казанского университета состоятся две лекции, посвященные Ивану Симонову. Кроме того, напомним, что КФУ принимает участие в наземной оптической поддержке космического аппарата «Спектр-РГ», запуск которого был ранее анонсирован на конец июня. «Спектр-РГ» — российский проект с германским участием, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Астрономы КФУ будут с Земли с помощью телескопа РТТ-150, установленного в Турции, находить зафиксированные обсерватории космические объекты в оптическом диапазоне и детально исследовать самые интересные, как когда-то это делал их предшественник Иван Симонов. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универньюз. Незаметно пролетели пять лет школьной жизни в IT-лицее Казанского Федерального Университета для выпускников 2019 года. Сегодня 47 учеников 11-х классов получили аттестат о среднем образовании. О том, как прошло мероприятие, мы расскажем в нашем следующем сюжете. Долгожданный выпускной состоялся 28 июня в IT-лицее Казанского Федерального Университета. Документы о среднем образовании получили 47 учащихся. Из них 13 человек окончили лицей с красным аттестатом. Конечно, грустно, что я больше, возможно, не увижу ребят из своего класса, но все-таки я очень рада, что я закончила их, ну, отлично закончила золотой медалью. В свою благодарность и приветственные слова выражали почетные гости учителя и родители. Для меня сегодня на суде праздник, потому что я смотрю на вас на радостные лица и просто от вас вот такое веет, такое добро, такое самочувствие, такое просто-просто приятно. Поэтому вас с праздником, всего-всего самого наилучшего. Самое главное, не забывайте университет и двери университета для вас раскрыты для дальнейшего обучения и получения профессии. Впереди выпускников, теперь уже абитуриентов ждут новые испытания. Преимущественно ребята отдают предпочтение техническим направлениям и мечтают поступить, конечно же, в Казанский Федеральный Университет. Я понял, что КФУ вот за пять лет дало мне очень много и знания, и я за счет него самореализовался, за что во многом благодарен ему. И дальше хочу также связать жизнь с КФУ, потому что я уверен в них, я знаю, что они мне дадут много хорошего, я от них извели какую-то пользу, и мы будем, надеюсь, навсегда. Порадовали гостей в зрительном зале творческие номера не только выпускников, но и педагогов, которые подарили будущим студентам свой зажигательный танец. Многие учащиеся приложили немало усилий для того, чтобы получить заветную медаль и красный аттестат. От учебы в АТИ Лицея КФУ у ребят останутся только самые теплые воспоминания. Лилия Талипова, Ленардо Влитяров, Универньюс. Выпускной вечер – это финишная черта перед новыми открытиями и возможностями, а также время расставания с учителями и одноклассниками, время предвкушения новых начал. Этот значимый день наступил и для выпускников Лицея имени Лобачевского КФУ. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Прозвенел последний звонок, все экзамены позади и наступил долгожданный момент – выпускной. 27 мая в стенах концертного зала «Уникс» состоялся праздничный концерт выпускников Лицея имени Лобачевского КФУ. Я от души желаю каждому выпускнику 2019 года состояться как личность, состояться как профессионал, состояться в любви, в семье, обрести все, что пожелают, чтобы в этой жизни они выбрали самое лучшее для себя. Лицею я безумно благодарна. Это просто лучшие годы, лучшие учителя, потому что наши учителя очень интересно рассказывают. Действительно, отношения с ними, они очень близкие, родные и с трепетом вспоминать Лицеевские годы – это, конечно же, обязательно будет в моей жизни. Со сцены выпускников поздравил первый проректор Казанского Федерального Университета Рияс Мензарипов. Мы гордимся вами, потому что те же детали, которые сейчас нам представила Елена Германовна, они говорят о том, что нынешний выпуск, конечно, очень сильный. И мы рады, что наши лицеисты действительно очень высоко и достойно несут достоинства Казанского Университета. Взяли ответное слово и лицеисты. Они поблагодарили учителей и родителей за поддержку и раскрытие их талантов, терпение и помощь во всех начинаниях, а главное – за знания, которые обязательно пригодятся им в жизни. Выпускники признали, что в большинстве собираются поступать в Казанский Университет, а это значит, что с большой семьей, частью которой является лицеем Нилобачевского КФУ, им прощаться не придется. Этот день очень волнительный для каждого, тем более мы сегодня выступаем на сцене, для нас это вдвойне волнительно, вот гитара стоит моя, я пою. В дальнейшем я хочу поступить в Казанский Федеральный Университет на специальности экономика. Казанский Университет – лучший университет в стране. Валерия Амуратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Для иностранных студентов в Казанском Университете также созданы все условия для успешной учебы и приятного пребывания в России. 28 мая и у них состоялось выпускное мероприятие в стенах Казанского Федерального Университета. Подробности расскажет наш корреспондент. Выпускные мероприятия в Казанском Университете продолжаются. 28 июня в Малом Зале Уникса состоялся выпускной слушателей подготовительного факультета для иностранных, учащихся КФУ. Университет становится все более и более международным, более и более интернациональным. Сегодня здесь обучаются студенты из такого количества стран, из которого они обучаются, наверное, ни в одном университете нашей страны. Мы вторые по количеству иностранных студентов в Российской Федерации. Ребята из разных стран в течение года знакомились с культурой города и страны, участвовали в общественной жизни университета и радовались своими достижениями. Им были вручены сертификаты установленного образца об окончании обучения на подготовительном факультете. Казанский университет, безусловно, уделяет много внимания развитию международного направления работы. Отрадно отметить, что ведущим мероприятия также был выпускник подготовительного факультета КФУ Кристофер Андре Маккироа. Очень интересно, что в Казани разговаривают на двух языках. Еще здесь вместе существуют две религии, две культуры. Жить в Казани – это как жить в двух разных городах одновременно. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»